Третий квартал этого года должен стать фантастическим не только для биткоина, но и для XRP. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я хочу показать вам два видеоотрывка, которые говорят нам о том, что следующий бычий цикл биткоина будет значительно отличаться от предыдущих. Он будет самым мейнстримным за всю историю главной криптовалюты. Также я покажу вам подтверждение того, что в биткоин идет массовый приток новых денег, что приведет к взрыву в сентябре. Конечно же я объясню, почему именно в сентябре. Это большие новости для всего биткоин-сообщества, которые вы точно не хотите пропустить. Мы поговорим также об отчете Ripple и о том, что я в нем нашел. Это обязаны увидеть все, кто холдит Ripple XRP. И это будет одно из самых важных видео о Ripple XRP, которые я делал в последнее время. А также многое другое в сегодняшнем выпуске будет интересно. Поэтому устраивайтесь поудобнее, поставьте лайк, давайте наберем хотя бы 3000 лайков. И большое спасибо за вашу безумную поддержку. Мне очень приятно. И именно поэтому я каждый день делаю ролики про криптовалюту. И мы начинаем. Чем мне нравится биткоин, так это тем, что он абсолютно публичный. В отличии от других видов активов. Здесь я могу найти любую интересующую меня информацию прямо на блокчейне. Это помогает и трейдерам, и инвесторам определять то, куда направляется рынок криптовалюты. Такую метрику можно подсмотреть в твиттере Glassnode или WilliVu, например. Начнем с этого графика. Серый график – это цена биткоина. Оранжевый – это активные субъекты, которые включают в себя индивидуальных инвесторов и организации. Не стоит путать этот график с активными кошельками. Как мы видим, сейчас этот график находится рядом с историческим хаем, который был в 2017 году. С 2017 мы не видели такой бурной активности индивидуальных и институциональных инвесторов, как сегодня. Многие из них покупают биткоин прямо сейчас, впервые в своей жизни. Это доказывает, что в биткоин пришли и приходят новые деньги. Например, одним из тех, кто повлиял на этот график, может быть Джо Роган. Очень популярный американский комик, у которого тоже есть свой YouTube-канал, где почти 10 миллионов подписчиков, а каждый ролик набирает миллионы просмотров. В одном из этих подкастов несколько дней назад он и рассказал своей аудитории о биткоине. Он сказал, что вы можете автоматически приобретать биткоины ежедневно, еженедельно или раз в две недели. Это называется накопление Сатоши. Биткоин – это меняющая все цифровая валюта, которая является по сути децентрализованной P2P платежной сетью. Мне это нравится, заключил Джо. Давайте я вам включу этот отрывок, чтобы не было никаких вопросов, что это точно его слова. ...пurchase биткоин daily, weekly, or even bi-weekly, known in the industry as Stacking Sats. Sats is short for Satoshi, the legendary person who created биткоин. I don't even know if that's their real name. It's one of those weird things where the internet has always tried to figure out who it is. But bitcoin, what it is for sure, is a transformational digital currency that acts as a decentralized peer-to-peer payment network powered by its users with no central authority. I love it! Следующий график, который я хочу вам показать, подтверждает, что такая активность индивидуальных инвесторов и организаций обязана не только крупным медиафигурам, которые говорили о биткоине своей аудитории, но и метрике, которая показывает, что на данный момент почти 95% биткоинов UXTO в кошельках находятся в плюсе. И эта цифра продолжает расти. Во-первых, что такое UXTO? Это своего рода сдача, которую вы получаете при покупке товара. Вот вам практический пример. Вы не можете разрезать 100 долларов пополам, чтобы оплатить 50 долларов. Вам дают сдачу. При совершении биткоин-транзакции сеть берет ваши биткоины, разменивает их, зачисляет продавцу нужную сумму, а на ваш кошелек прилетает как бы сдача. Вот эта сдача и называется UXTO. Благодаря такой функции сети мы можем примерно оценить количество долгосрочных холдеров и количество биткоинов, которые потеряны навсегда. Теперь давайте вернемся к графику. Серый это цена биткоина, желтый это процент от всего количества кошельков долгосрочных холдеров, чьи балансы сейчас в плюсе. Как вы помните, на данный момент это почти 95% кошельков. Я хочу показать вам интересное наблюдение. Вы наверняка заметили здесь и красную линию. Она здесь нарисована не просто так. Исторически, когда желтый график пересекал эту красную линию, это приводило к переходу биткоина в ускоренный рост через несколько месяцев. Например, вот здесь оранжевый график пересекает красную линию и спустя несколько месяцев начинается буллран биткоина. Также и здесь в 2013 и 2014 и даже здесь в 2019, когда биткоин вырос до 14 тысяч долларов. Более того, чем дольше этот оранжевый график находится выше красной линии, тем больше рос биткоин. Самый яркий пример от 2016 до 2017. Посмотрите, как долго этот график был выше красной линии. И это был разбег биткоина до 20 тысяч долларов. Сейчас этот график находится очень близко к этой красной линии. И как пишет Вилли Ву, как правило, эта красная линия находится в главной части начала бычьего забега до самого пика. Мы уже рядом. Я думаю, уже к сентябрю мы увидим пересечение оранжевого графика с красной линией. И это будет огромным сигналом. Многие убеждены, что пандемия стала причиной роста золота, серебра и биткоина. И в этом есть доля правды. Например, Дэйв Портной, основатель портала о ставках Barstool Sports, перепрофилировал себя в трейдера из-за нехватки спортивных событий во время локдауна. И он заинтересовался биткоинами. В своем твиттере он написал, Я официально приглашаю близнецов у Инклвос в свой офис, чтобы они объяснили мне, что такое биткоин. Братья-близнецы согласились на это приглашение. Давайте посмотрим его видеообращение. Между прочим, этот ролик за сутки посмотрело 1 миллион человек. Давайте так, чтобы вы понимали весь масштаб того, что происходит и того, что будет с биткоином. И почему следующее ралли биткоина будет самым мейнстримным за всю историю главной криптовалюты. Это будет первый действительно мейнстримный буллран в истории биткоина. И это будет последний халвинг, когда обычный человек сможет купить целый биткоин. Это Barstool Sports, медиакомпания, которой правит Дэйв Портной. И у неё около миллиарда уникальных слушателей в месяц. Миллиарда! Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Джо Роган, у которого цифры поскромнее, но всё равно огромные. Сотня миллионов уникальных слушателей. Это самый мейнстримный подкаст в мире на данный момент. Вы скажете, что в 2017 про биткоин тоже трубили много где. Но на самом деле тот хайп будет просто ничем, по сравнению с тем, что нас скоро ждёт. Миллиард слушателей. Это будет самый мейнстримный бычий забег за всю историю биткоина. Вы уже послушали отрывки, которые я вам предложил послушать. От Джо и от Дэйва. После такого вы должны понимать, что в следующие несколько лет количество людей, которые залетят в этот рынок, будет несоразмерно больше, чем количество людей, которые уже были в криптовалюте все эти годы. Прежде чем я перейду к тому самому важному отчёту Ripple XRP в этом году, я хочу показать вам ещё один график ончейн-метрики, который тоже расскажет нам важную информацию о биткоине. Это график URPD для биткоина. URPD – это распределение реализованной цены UTXO, о котором мы уже сегодня говорили. Проще говоря, этот индикатор показывает, по какой цене биткоины, которые находятся в обращении, последний раз перемещались по блокчейну. Это реализованная цена биткоина, цена, которую рынок готов за него заплатить. Поэтому большое количество монет, реализуемых по определённой цене, служит индикатором поддержки или сопротивления. Итак, возвращаемся к графику. Что он может нам сказать? Во-первых, то, что меньше 10% всех доступных биткоинов были перемещены по ценам выше 11 тысяч долларов за последнее время. Что это значит для вас, как для биткоин-холдера? Это означает, что на данный момент 85% всех биткоинов в обращении когда-либо двигались по ценам ниже 10 тысяч долларов. Большая часть инвесторов аккумулировали биткоин по ценам от 7 до 10 тысяч долларов, а 63% биткоинов на протяжении года не двигались совсем. Вывод. Немногие инвесторы сегодня убеждены, что сейчас цена биткоина приблизилась к своей вершине. И это, безусловно, позитивный сигнал для нас, как холдеров биткоина. И, наконец, переходим к Риплу. И это будет одно из самых важных видео про Ripple XRP, которые я делал за последние 3 недели. Но прежде чем я начну, я хочу сказать, что мы с вами прямо сейчас находимся на рассвете самого огромного перераспределения в мире финансов и политики в истории. Дамы и господа, прямо сейчас то самое время, когда мы должны готовиться. Не тогда, когда это все официально произойдет. Сейчас. И как это сделать, я четко и конкретно написал в своей книге о финансовых кризисах и возможностях, которые они дают нам как инвесторам. В том числе и в криптовалюту. В том числе и в Ripple XRP. Вы можете предзаказать мою книгу исследования по ссылке в описании. Уже 100 человек это сделали. В этой книге я расскажу и о своей стратегии выхода из криптовалюты. Когда это будет и как я это буду делать. Ссылка в описании и прикрепленном комментарии. Предзаказывайте мою книгу. Брэд Гарлинхаус, исполнительный директор Ripple, пишет о том, как поменялась риторика правительств за эти годы. Доллар США, как мировая резервная валюта, была основой глобальной финансовой инфраструктуры. И это не изменится ни в пользу золота, ни в пользу юаня, крипты или другого актива в ближайшем времени. Но становится ли доллар слабее сегодня? Безусловно. Год назад многие определяли криптовалюту как мошенничество. Теперь большинство правительств серьезно обращаются к блокчейну. Он уменьшает издержки, которые для старой системы были очень сложно решаемыми. Криптовалюта выросла на 80%, а доллар США упал на 3% с начала года. Все сводится к доверию к финансовой системе в конце игры. Поскольку мировое население продолжает терять доверие к бумажным валютам, в том числе и к доллару, они предпочтут диверсификацию. Наша будущая новая мировая финансовая система будет делать то же самое. Как мы видим, Брэд Гарлинхаус говорит, что не видит замещения доллара в ближайшее время. Но он не смог не заметить, что доллар ослаб и что нам нужна новая мировая финансовая система. Мы это уже знаем. Вопрос. Будет ли доллар, как мировая резервная валюта, смещен и заменен? Публичный ответ. Нет. Но инфраструктура и фундамент для этого уже строятся. Мы это знаем. Я это вам показывал и показываю. Мы видим это даже сквозь строки Питера Шифа. Смерть верховенства закона является еще одной причиной для глобальных инвесторов отказаться от доллара США. Страна, которая может уничтожить иностранную компанию, заставить ее продаться американскому конкуренту, а затем потребовать все для себя, не является безопасной юрисдикцией для иностранного капитала, пишет он у себя в Твиттере. Читайте между строк. Питер Шиф фактически сказал, что доллар США и его система является оружием против всего мира. И весь мир пытается найти альтернативы. Именно поэтому золото поднялось выше 2000 долларов. Биткоин вырос выше 11 тысяч. В Турции он побил исторический пик. Даже XRP показал значительный рост. Один из лучших в топ-30 криптовалют. Мы видели регуляторную ясность по отношению к криптовалюте в этом году. Это сказка или самый главный индикатор? Я думаю, в дальнейшем мы будем видеть только ускорение этих процессов. Цифровой золотой стандарт на основе криптовалюты. Ослабевание доллара и фиата. Следующее видео можно рассматривать индикатором того, что нас ожидает. Это выступление исполнительного директора MoneyGram, партнера Ripple, о будущем традиционного кэша. И так далее. Наконец-то, cash. Натес и поин. Да. Да. Что-то, that question's been out there for forever. Я will tell you, you know, cash still is the predominant form of payments anywhere in the world. It is, you know, by far the most ubiquitous and liquid for anybody in a market anywhere in the world. That being said, I think the growth in digital has been absolutely tremendous. И, наконец, тот самый квартальный отчет Ripple, в котором я хочу показать вам главные моменты. Вам, как холдеру Ripple, это будет интересно и важно узнать. Я оставлю этот отчет у себя в Телеграме, а ссылка на него будет в описании. Отчет Ripple за второй квартал 2020 года. Во втором квартале 2020 года общие продажи XRP составили 32,55 миллиона долларов. В прошлом квартале было всего лишь 1,75 миллиона. Это показывает нам, что Ripple продолжает постепенный отказ от прямых продаж, сосредоточившись исключительно на внебиржевых продажах в рамках обеспечения повышенной ликвидности XRP для клиентов RippleNet в рамках технологии ликвидности по требованию ODL. Это очень важно, так как ODL продолжает расширяться и находить новых клиентов. Проще говоря, они вкладывают все эти десятки миллионов долларов в развитие своих технологий, еще и без ущерба для рыночной цены XRP. Но есть еще одно важное уточнение. Ripple говорит, что они серьезно урежут и внебиржевые продажи. Это может привести к развитию синдрома FOMO у институциональных инвесторов. Повышение спроса, уменьшение предложения. И для меня это сигнал, что эти институционалы уже готовятся к тому, что скоро будет. Третий квартал этого года должен стать фантастическим не только для биткоина, но и для XRP. Я хочу показать вам отчет Ripple за третий и четвертый кварталы 2019-го. Это очень важно. Внебиржевые сделки в третьем квартале 50 миллионов, во втором квартале 2019-го 13. Сравним это с отчетом за 2020-й. В первом квартале 1,75 миллионов и во втором 32,5 миллиона. В 2019-м году мы видели уменьшение внебиржевых продаж Ripple XRP институционалам. В 2020-м году наоборот мы видим значительное увеличение этих продаж. Что это означает? Это означает, что институционалы готовятся к чему-то и покупают больше Ripple XRP. Учитывая, что Ripple будет резко и значительно сокращать эти продажи, я ожидаю чего-то большого для Ripple XRP в ближайшем будущем. Кроме того, в отчете мы видим следующее. Ripple был покупателем на вторичном рынке и в будущем может продолжить закупки по рыночным ценам. Очень важно, чтобы вы это знали. Они будут играть прямую роль в процессе ликвидности на рынках XRP. Чем больше институционалов пользуются технологией ODL, On Demand Liquidity, ликвидностью по требованию, тем больше ликвидности будет вливаться в рынок XRP. А сейчас финансовые институционалы более чем когда-либо видят ценность технологии ODL от Ripple для обеспечения мгновенных глобальных платежей и удовлетворения рыночного спроса, особенно во времена этого кризиса. Во втором квартале 2020 года на ODL приходилось 20% объема RippleNet. Это в 11 раз больше, чем год назад. На раннем этапе Ripple определил денежные переводы в качестве основного варианта использования XRP. Ripple сокращает акцент на крупные платежи, которые традиционно используются для финансирования предприятий и услуг при отсутствии перевода в режиме реального времени. А сейчас таких в традиционной системе просто нет. Ripple фокусируется на небольших транзакциях, удовлетворяя эту потребность малых и средних бизнесов в мгновенных небольших трансграничных транзакциях. Малые и средние предприятия SME. Когда Ripple впервые об этом сказал, многие отнеслись прохладно. Но прямо сейчас это оказалось идеальной нишей. Я думаю, что для Ripple это одна из важнейших вещей. Малый и средний бизнес нуждаются в таких услугах. Дешевых и мгновенных небольших транзакциях. Я могу показать вам аргумент, почему я так думаю. Это Бенуа Жорж Кур. Французский экономист, работавший в Европейском Центральном Банке. А сейчас в Банке Международных Расчетов. Он, как никто, знаком с проблемами международных платежей. Он описал три самые большие проблемы современной трейд-тег-системы. Соединение всех островков в одну растущую сеть. Финансирование торговли для малых и средних бизнесов. Развитие этих технологий на развивающихся рынках. Все эти ниши Ripple и хочет удовлетворить. Если что, Бенуа Жорж Кур работает также и над принятием цифровых валют центральными банками. Я думаю, что это далеко не совпадение, что Ripple переключает свое внимание на SME. Страны БРИКС поставили ставку на цифровые технологии, чтобы ускорить развитие SME, малых и средних бизнесов. Это было 19 июля 2020 года. Не это ли? Позже, 3 августа 2020, Ripple написал в своем отчете, что они переключают внимание на SME, малый и средний бизнес. Это. Затем это же подхватил и Бенуа Жорж Кур. Нации БРИКС убеждены, что, цитата, «цифровые технологии улучшат бизнес и станут источником новых рабочих мест, активизации инновационной деятельности, укрепления международных отношений и поддержки экспортного потенциала малых и средних предприятий. Наши страны ясно видят фундаментальную важность перехода малых и средних предприятий на цифровую экономику». Они все говорят об этом. Ripple говорит, что поможет им реализовать это. Ликвидность по требованию развивается стремительно. Она в 11 раз больше прошлого года. Институционалы увеличивали покупки XRP в этом квартале почти в 30 раз больше, чем было в первом. Но Ripple скоро ограничит эти продажи. Они начинают с малых ниш, где они сейчас могут взять лидерство, но после будут доминировать на всей нашей многострадальной планете. Вы готовы к тому, к чему это приведет? Я готовлюсь. Уже давно. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»